Здравствуйте, дамы и господа, как у вас настроение? Все ли отлично, все ли прекрасно, ваша вселенная? Я надеюсь, что все ништяк, и сегодня мы разберемся, как понимать языки программирования. Такие как C, C++, C Sharp, плюс, также PHP, HTML, Ruby, также Python, еще там другие есть языки, R для Data Science и прочие вещички сегодня мы разберем, об этом поговорим, Java, JavaScript и прочие вещички затронем. И данный видос будет особенно полезен для тех, для той части людей, которые смотрят мой канал, которые вообще не бум-бум в математике, не бум-бум в алгоритмах и реально очень поможет данный видос. Вы поймете, что программирование на самом деле это прям изи, прям сок. Если вы хоть раз создавали список в магазин, писали, либо же план на день, то все, вы поймете, как это все действует. Или как минимум вы планировали на день, что вам сделать в определенный промежуток времени. То есть, допустим, вы такие, так, мне к 9 утра, завтра в школу. Ага, это уже программирование, дамы и господа, сразу. Итак, давайте же начнем с вещей таких. Также, если вы, возможно, шарите в программировании, то, возможно, что-то новенькое вы для себя откроете или просто закрепите какие-то знания в своей голове. Как минимум вы получаете переменные в свой разум в виде моих слов. Ладно, погнали. Первое, что необходимо сделать? Три лайфхакцка будет. Первое, это научиться думать, как компьютер. Компьютер, на самом деле, он как мы, примерно. Но только он думает, чисто мы ему даем определенное слово. Вот мы ему пишем что-то, вот так вот, букву А, да? А, и он ее варьирует по-своему, то есть он ее просматривает. Представь, что А это единичка, А это двоечка, может быть, А это троечка, А это четверочка. Это, по сути, переменные. На самом деле, это не так, там ячейка памяти внутри находится. В общем, представь, что мы просто вбиваем в компьютер какие-либо буквы, а он их запоминает некоторым образом. И за определенными буковками там закреплены определенные функции. То есть, так же, как и в языке мы говорим, когда собака, то у нас в голове закреплено в нашем мозге, что мы представляем собаку. Вот изображение собаки. Какая конкретная, долматинец, пудель или шпиц, это уже не так важно. Просто представляется собака определенная. Изображение. Аналогично в компьютере. Там есть определенная ячейка памяти. За собакой определенным словом. Возможно, это собака, возможно, это будет иф, либо же это, возможно, будет вар, либо же будет единичка. Закреплена определенная ячеечка памяти. Определенное вот что-то внутри. Аналогично, как у нас в голове. Это может быть закреплен звук также за этой штукой. Например, вот я собака прописываю. Собака, нижнее подчеркивание, звук. То будет воспроизведен звук собаки. А могу назвать это как А, Б и все. И производится звук собаки. Суть в том, что есть определенные надписи, и они что-то обозначают. Ну, для нас конкретно, потому что мы их прописываем. Сам компьютер мыслит чуточку иначе. Там уже конкретно в инженерии нужно разбираться. То есть, по сути, это там переключатели некоторым образом задействуются. Но суть, чтобы понять, что есть определенные вот ячейки памяти, и за ними закреплено определенное действие. Либо же определенные какие-то штучки закреплены. Вот такие, как переменные, например. Переменные — это, по сути, в некотором образе слова. Слова в нашей речи, как образ вообще, вот в нашей реальной жизни особо ничего не значит. То есть, мы говорим собака, кошка, попугай. В принципе, это просто даже набор звуков. Когда мы читаем, это набор символов визуальных. Но мы это можем в голове соединить с чем-то еще. Вот это вот нужно запомнить. И аналогично в компьютере. Мы можем соединить название, либо звучание, либо же определенные штучки, циферки с каким-то определенным посылом. Надеюсь, вам понятно. Окей? Следующее. Чтобы понять язык программирования, ну, больше читать на самом-то деле его нужно. Нужно больше, так скажем, пополнять свою копилочку в голове, чтобы вы были комфортно, комфортно ощущали, что вы читаете. Блин, я надеюсь, я понятно вам объясняю. Потому что вот я такое представляю, что меня смотрит сейчас какой-нибудь вообще не шарящий чел в программировании абсолютно и такой как бы там в Майнкрафт. Хотя не, если вы геймер, то вы по-любому понимаете. Вот, например, вы нажимаете на кнопочку какую-то, то в этот момент там что-то происходит. Это, по сути, действие происходит. И за этим действием закреплена определенная переменная, допустим, которая вызывается. И она вот так вот вызвалась, точно так же, как и в нашей голове какое-то изображение вызвалось. Также, друзья, смотрите, что мы должны... Первый пункт был, это думай как машина. Второе, это пиши больше. То есть, если ты хочешь понять язык программирования, больше пиши, даже не важно, что писать, дамы и господа. Важно просто процесс писания, кода, либо не кода. Просто пишешь, и при этом в голове у себя проговариваешь, что ты пишешь. Например, ты пишешь под, пала, ра, рэ, дла, да, рэ, то, 4, equals, или что-нибудь, ва, просто абсолютно рандомные вещи пишешь. Просто привыкаешь к тому, что твой мозг привыкнет к каким-то непонятным обозначениям, ва, ма, рэ и прочее. Потому что, по сути, ты можешь называть переменные абсолютно как угодно. Создавая свой язык программирования, ты можешь создать его абсолютно каким угодно. Что, например, вот в C++, там у нас есть скобочки, ты можешь их убрать, по сути, либо заменить на нолики в твоей системе программирования будет, ну, точнее, в твоем языке программирования. И аналогично, если ты программируешь на питоне, то дев, ты можешь, ну, дев, который вызов переменной, ну, точнее, определение переменной, definition, ты можешь заменить на что-либо угодно, можешь на русскоязычные буквы изменить. Там есть такой язык, как кумир, алгоритмический язык, раньше, по крайней мере, был в 2013, наверное, году. И там просто KN — это конец программы, NUTCH — это начало программы, и вы вот так структурируете. То есть больше пишите, чтобы привыкать просто к каким-то обозначениям. Не бойтесь их абсолютно. Вот прям на изи подходите, так, ребяточки, здорово, вот вы KN, вот вы, там, MODEL, вот вы MOD, вот вы IF, вот вы WAN. И те, кто изучает английский язык, на самом деле, легче, возможно, дастся язык программирования из тех, которые существуют в данный момент, из тех, которые находятся популярные сейчас. Популярные — это Python, Java, JavaScript, PHP, ну, точнее, Python, Java, JavaScript, наверное, это самые популярные в данный момент. Плюс там еще C-Sharp подойдет. В зависимости от использования, от сферы использования. В Data Science, допустим, R подойдет. И, но все, большинство языков программирования, которые сейчас самые топовые, они написаны на английском языке, используя некоторый английский вокабуляр и в том числе латиницу. Поэтому, если вы будете писать вот так на клавиатурке, вписывая какие-то английские словечки, то вы намного лучше запомните. То есть я иногда, реально, честно, и даже до записывания видоса я сижу вот так вот и просто пишу, что я пишу. То есть я пишу какие-либо функции сейчас. Palabra. Palabra, на самом деле, по-испански это слово. Либо же pal, red, red, torn, плюс far, либо же еще какие-то слова, плюс нижнее, подчеркнем, верхнее. Для меня, по крайней мере, такой подход работает. По крайней мере, в следующий раз, когда я открываю чужой код, я такой, о, я уже прям прочитываю очень быстро. Потому что мой мозг привык к рандомным обозначениям, и я такой больше фокусируюсь уже на чисто как элементы. То есть потом смотрю на код с точки зрения, что я смотрю на лупы. Луп — это циклы. На циклы смотрю, которые здесь происходят. На вот эти вот части, то есть чисто фрагментарно, можно сказать, выделяю. И плюс, что с ними делается, какие основные вещи происходят. Это вот, что я рекомендую больше писать. Можете циферки писать ежедневно, то есть думать чисто цифрами. Целый день ходите и думайте только о цифрах. Перебирайте их у себя в голове. 8, 9, 23, 6, 7, 28, 4, 5 и так далее. Также вы можете делать, знаете, что так... А, это еще. Потом скажу. Вы можете присваивать в своей голове... Представьте, что в данный момент вы к слову «панда» либо к слову «йети» присваиваете значение 5, либо 4, либо 3. И потом додумывайте, что это значение может обозначать. Возможно, когда панда равняется 5, то это означает черная панда. Когда панда равняется 3, это означает, что белая панда. Когда, давайте, 7, то она будет какая-то желтая, зеленая и так далее. То есть подумайте вот таким вот образом. Просто... Это, на самом деле, абстрактное мышление. Это полностью. То есть вы такие воображаете у себя в голове, и все. И почему я иногда переживаю, что, возможно, вы меня не поймете, потому что мой способ мышления, он такой своеобразный. Но мне кажется, в этом есть что-то такое прикольное, уникальное, как минимум. Но, возможно, кто-то думает аналогичным образом. Вот чисто перебирайте. И есть стандартные операторы, и перебирайте их вся в голове тоже иногда. Допустим, while что-то там будет больше чему-то, да вот, что сделать, такое-то действие. И перебирайте, какие действия можете сделать. Можете присвоить панде, канвасу. И что это будет означать потом? Рассекречивайте. То есть своеобразный комментарий в своей голове делайте. То есть данный цикл, что будет выполнять? Он будет выполнять то-то, то-то, то-то. Допустим, делайте данную панду из синей, превращайте ее в красную. При совершении действия клик по чему-то. На самом деле очень просто. Дальше, что вот, если вам необходимо запомнить, хотел сказать, memorize. Если вам необходимо запомнить чисто синтаксис языка программирования, тут, ну, примерно такой же вариант, только просто смотрите на основные слова. Я рекомендую больше читать просто. То есть больше читайте коды, и в этот момент пишите, как вы понимаете код. По крайней мере, пытайтесь догадаться. Так ваша голова будет пытаться думать об этом. То есть самый важный навык здесь думать и производить что-то. У меня мыслительный процесс очень хорошо работает, когда я что-либо пишу. Так, об этом мы сказали. И третий пункт, который стоит выделить, смотрите на... То есть третий лайфхак, еще будет бонусный потом. Смотрите на язык программирования, как на свой родной язык. Когда вы говорите, я шел по улице. Что, по сути, происходило? Что происходило? Я. Я — это переменная. То есть я — это переменная в данный момент. Это определенный объект. Шел. Шел — это действие, функция, которая производится. Шел — это, допустим, функция, что положение по иксу у меня видоизменяется. То есть у нас координаты x, y. Если мы представим, что я в 2D в данный момент, ну, на картинке, допустим, вот я у тебя на экране появляюсь. То есть шел по улице, у меня мое положение изменялось из x, допустим, с положения x, равное 30, до x50. Это означает шел. То есть я шел по улице. По улице означает определенное поле, в котором я шел. То есть это, допустим, координаты x, y, вот это вот, которые находились вон там. Вот это, допустим, диапазон, в котором я шел. То есть вот так вот можно сделать. То есть либо это массив какой-то данных, по которому ты перемещаешься. Допустим, первое значение элемента массива... Массив будет двумерный. Первое значение элемента массива будет x как раз-таки. И по улице означает, что когда массив будет равняться следующим показателям, показателям 20, 0, и второй показатель будет 50, 0. И тогда ты перемещаешься, то есть шел по улице, то есть производилась функция определенная на диапазоне от 20, 0, 50, 0. Вот такой вот диапазон у нас берется. И ты, получается, шел по улице, у тебя производилась какая-то функция. На этом этапе у тебя, например, пополнялся счетчик здоровья, потому что ты как-то там возрастал. Либо же в этот момент ты просто счетчик уменьшал твоего времени жизненного, сколько тебе осталось жить в этом мире. Ну, давайте лучше позитивно, что от ходьбы ты улучшаешь свое внутреннее положение. То есть ты можешь вот так вот разбирать, что шел по улице, это означает, что ты там проходил, переменная ты. Также улица может рассматриваться как тоже одна из переменных. То есть улица — это переменная, по сути. И переменная в том числе, данная переменная может являться массивом в том числе. То есть переменная улица — это массив, который располагается на промежутке от а, нижнее подчеркивание, а, 20, 20, 0 до а, нижнее подчеркивание, б, 50, 0. Допустим, вот на такую дистанцию. Ну, это заумно, конечно, но понимаешь, то есть по сути можно любые слова в нашей жизни как-то расписать по каким-то массивам, матрицам и прочим вещам. Что необходимо запомнить вообще, по сути, про языки программирования, что это алгоритм. Больше ничего. Все остальное, что здесь используется... Да, математика очень хорошо, если ты владеешь математикой внутри программирования. Вот реально, это ништяк. Это очень круто. Это просто некоторый инструмент, который тебе помогает. Если ты знаешь простейшие арифметические действия, то мне кажется, что ты сможешь делать что угодно в программировании, как мне кажется. То есть сложение, вычитание, умножение, деление. Ты сможешь... Да даже деление и умножение не нужно, потому что, по сути, это выводящиеся вещи из того. Но, по сути, сложение и вычитание — это то, что тебе необходимо будет. И равно больше, меньше некоторые условия. И, по сути, вот наше программирование — это алгоритмы. Что мы делаем в данный момент? То есть пошаговая некоторая инструкция, что необходимо сделать с данными и что мы должны получить на выходе. Input какой у нас и какой у нас output получается, если другими словами. И ты, допустим, вводишь определенные значения, и с ними они как-то трансформируются по итогу. Либо ты хочешь что-то получить от этой программы. Ну, в зависимости от цели уже, что ты хочешь получить. Тут уже парадигма своеобразная затрагивается от данного программирования. Вот что ты хочешь от программы. И внутри программы, ну так, для маленьких сведений, возможно, есть циклы, лупы, иное название. Это то, что делается, повторяется. Очень часто. Например, пока ты не поешь, не поешь, вот так вот, не покушаешь, ты не пойдешь на улицу. Пока ты не съешь кашу, на улицу ты не выйдешь. Соответственно, съесть кашу, это поднять руку, до рта дотянуть 10 раз. 10 раз вот так вот и проглотить. То есть это два действия. Проглатывание и плюс, в том числе, съедание. Плюс потом помыть посуду, и все, и ты можешь пойти на улицу. Это вот программа для того, чтобы пойти на улицу, с учетом того, что для выполнения данной программы необходимо сделать такое действие. Аналогично и с работой. Пока ты не сделаешь это действие, ты не получишь шекели. Это вот циклы так устроены, условия некоторые, которые повторяются. Плюс есть всякие функции вывода, что выводится на экран. Например, ты покушал, и тебе написалась надпись, ты покушал. Либо же вывелся звуковой эффект, открылась какая-то программка. Потому что мама тебе вот такая вот помахала рукой, ты молодец, иди на улицу. Вот она тебе, допустим, вот так вот сказала. Это все программирование, и это очень интересно. Если вы поняли, что я сейчас говорил, то обращайтесь. Впрочем, спасибо большое за просмотр данного видеоролика. Я рад, если он был вам полезен. Вы теперь знаете, как понять язык программирования. Я просто такой начал думать, что было бы полезно вам записать на YouTube, потому что, по сути, вы, я, по крайней мере, не знаю, как у меня так происходит, но, наверное, каждый так может, но я лучше, наверное, буду думать, что это я какой-то уникальный, ну и вы тоже уникальны по-своему. Но мне кажется, что каждый человек может самостоятельно что-либо выучить, особенно если вы программируете, то привыкайте изучать что-либо самостоятельно через такую вещь, как GUGL. Это сайт такой, в котором можно найти информацию о чем угодно, и особенно на английском. Рекомендую изучать английский, кстати, в данной сфере. По крайней мере, латинские какие-то обозначения. Вот это вот будет хорошо, потому что так ваш организм будет более привычен к английским словам, то есть программированию. Либо, если вы хотите накирилиться, то тогда создавайте свои кириллические языки программирования. Можете сделать и совокуплиться с ними. Ну, в плане соединиться с ними максимально, то есть близко. Надеюсь, что у вас все получится, дамы и господа. Желаю вам успехов. Идите вперед, все у вас получится. В следующих видеороликах пишите, что вам хотелось бы узнать. Можем поговорить про синтаксис каких-нибудь языков. Я скажу так. Я не сильно прям гораст в каждом языке программирования. То есть прям я не сильно шарю. Но мой экспириенс, если описывать, то начал я изучать примерно в седьмом классе. Но до этого я играл в компьютерные игры активно и анализировал, что мне необходимо сделать в компьютерной игре. Поэтому у меня mind работает очень хорошо в этой сфере. То есть я помню еще с девятилетнего, восьмилетнего возраста очень активно складывал какие-либо значения внутри игры. И до этого я считал трехзначные числа у себя в голове. Плюс в момент учебы в школе я изучал языки программирования, такие как Pascal и C++. И в момент учебы в универе я уже начал изучать другие. А, и кстати, в момент учебы в школе я также частенько исходные коды читал у страниц. То есть, по сути, мой опыт в программировании, он от самого детства, можно сказать, берет начало. Но если прям фокусироваться на языках программирования, то семь лет это мне было, получается, 2000... А, нет, седьмой класс. Седьмой класс, это у нас 2011 год. Порядка десяти лет. Десяти лет у меня опыт программирования с точки зрения понимания, что это такое имеется внутри. А с точки зрения синтаксиса, чуточку, наверное, меньше каждый язык по отдельности. Но сама суть программирования мне понятна с 2011 года, то есть 10 лет experience. Это интересно. По крайней мере, мой разум работает с того момента вот таким вот образом. Плюс я люблю решать математические задачки. Если вы решаете математические задачки и считаете их по действиям, то это, по сути, уже программирование. Реально. То есть, обратите на это внимание. Просто необходимо некоторым образом сменить майндсет. В 2017 году я записывал видос о мышлении программиста, что пока данное действие не будет выполнено, ты сортируешь гречу от пшена. Про Золушку я, помню, записывал. Можете посмотреть. Мышление программиста называется. Записано в июле 2017 года. Собственно, спасибо большое за просмотр. Желаю вам успехов. Всех благ. У вас все получится. Реально. Пока.